и неправильно олег олег приветствуйте да да здравствуйте ребята всех рад видеть со всеми рад общаться мы находимся в магазине в туле именно в том магазине по которой вы можете купить ювелирные изделия сертификаты и получить кэшбэк до 150 процентов данный момент сегодня ребят сегодня будет очень интересно в том плане что ну во первых мы пообщаемся по русскому ювелирному дому там есть интересные виды входа для тех даже ребят которые боятся заходить боятся инвестировать боятся боятся заниматься заработком в интернете хотя я думаю что аудитория наших каналов но уже все ребята пораженные уже не один раз и бывали в различных направлениях по заработку и в интернете и где-то может быть на земле и кто-то там и сетевым бизнесом занимался но в общем сегодня будет интересно такое у нас интервью вопросы мы позадаем вопросы вы позадаете ну и конечно как всегда в конце мы поиграем в нашу любимую игру гадай слова где будет разыграно 5 сертификатов по 20 баксов от русского ювелирного дома соответственно вы регистрируетесь если вы играете слово и зарегает можете сразу регистрироваться уже прямо сейчас ссылка находится внизу под видео вот участвуйте потом присылаете на почту мы значит отправляем это все в техподдержку этих поддержка вам начисляет бонусные сертификаты на 20 долларов кстати вот что мне понравилось русском ювелирном доме то что каждую пятницу не надо никаких кнопок нажимать вот мне вот прям зашло то есть даже если вы забыли если вы уехали куда-то на дачу у вас стоит там автоматический вывод все вас автоматом приходит потом оповещение о том что вам там то перфект мани допустим зачислено я сегодня в чатах показывал уже как раз таки свои выводы которые мне пришли еще вчера все уже спал сегодня опубликовал и на на телеграм-канале так давайте посмотрим кто у нас на трансляции присоединился так крипто дед всем привет приветствуем крипто дед также товарищ котов я всех категорически приветствую убегаю по делам успешного стрима удачи победителя спасибо большое товарищ котов у нас всегда является фаворитом в угадывании слов так вот мы уже видим андрей жариков он также присоединился к нашему стриму андрей на всем привет ребят напишите как слышно там да если в чате все все окей то мы уже начнем на нас с олегом так присоединяем так андрей привет все а ярослав пишет привет всем привет ярослав наш партнер с белоруссии так также дарина присоединилась наконец-то добрый вечер всем 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 удачной трансляции приятных выходных спасибо большое дарин всегда приятно тебя видеть на трансляции всегда приятного поддерживаешь молодец умничка семнадцатого года дарина сидит на одном канале и всегда нас поддерживать очень приятно так так сергей пишет сериал длиной в жизнь пишет слышно анастасия всем бенч всем привет Так, Дарина. Привет, Андрей. Слышно хорошо. Так, пропустил условия конкурса. Сериал «Длиной в жизнь» пишет. Сидим до конца, не убегаем. Потом отвечаем на вопросы. Ну, точнее, не на вопросы. Угадываем пять слов. И каждое слово у нас стоит сегодня 20 долларов. Это будут сертификаты в русский ювелирный дом. То есть в таком формате мы сегодня поработаем. Так, ребятки, давайте начнем. Еще раз, те, кто только что присоединились, давайте представим сегодня нашего гостя. Потому что меня, свою покорную услугу, вы знаете. Это Дэн Инвест, также блогер, мой коллега, партнер Андрей Жариков. И сегодня наш гость Олег Полев. Это директор по развитию русского ювелирного дома или Джеверли Хаус. И сегодня мы с ним пообщаемся, позадаем вопросы. В общем, будет интересно. И, как сказал, в конце обязательно будет конкурс. Сегодня нам Олег расскажет немного о себе, о Джеверли Хаус, какие там входы. Там достаточно интересный вход такой есть. Где, ну, действительно, вообще безопасно для вас. Потому что есть люди, которые боятся прям заниматься заработком в интернете. Вот как раз для вас, я считаю, что такой будет идеальный вариант, такой безопасный. Вот. Олег, приветствую тебя еще раз. Да, я тоже вас всех приветствую. Рад вас всех видеть. Значит, смотрите. Я сейчас являюсь директором по развитию проекта русского ювелирного дома. Мы находимся в данный момент в первом магазине, который мы уже открыли, который функционирует. Функционирует он уже с ноября месяца. Также в ноябре месяце у нас была подсоединена MLM-программа для улучшения продаж. Потому что, ну, как-то сейчас не очень люди хотят покупать ювелирные изделия. Непонятно, по какой причине. Модели, сразу говорю, мы, в принципе, взяли за модель один такой есть из украинских проектов, как B2B. Мы взяли эту модель и сейчас усовершенствуем, чтобы у нас получилось. Основная наша задача – это развитие. Это только по России около 40-50 магазинов в течение пяти лет открыть. Также у нас сейчас идет развитие крупного интернет-магазина по продаже золота. Значит, как вообще работает вся схема? Изначально вы можете покупать или сертификаты подарочные. Ну, я объясняю, что такое сертификат. Например, я вот не знаю, какое вам подарить цепочку или не знаю, какое подарить вам кольцо. Я вам дарю подарочный сертификат. И вы этот сертификат можете отоварить на любое изделие, на определенную сумму. Значит, как работает сертификат? На сертификат вы тоже получаете кэшбэк. В данный момент компания платит 4% в неделю. То есть 200% годовых. Вы, например, за 100 рублей сертификат получили в течение года. Вы получили 200 рублей. И на эти деньги вы можете отовариться в магазине. Значит, второй вид, чем мы торгуем, это, понятно, ювелирными изделиями. На ювелирные изделия у нас есть кэшбэк от 100 до 150%. От чего это зависит? От суммы покупки. Если покупка у нас идет на до 10 тысяч рублей, мы кэшбэк не платим. От 10 до 30 тысяч рублей у нас получается кэшбэк 100%. Вы полностью в течение года по 2% в неделю возвращаете все деньги, которые вы потратили на ювелирные изделия. Если у вас покупка составляет от 30 до 90 тысяч рублей, вы получаете 100% плюс еще 25% всей стоимости вашей покупки. Но если у вас покупка идет от 90 тысяч рублей, вы получаете 150% стоимости изделия, то есть всю его стоимость, плюс еще зарабатываете сверху 50% стоимости этой покупки. В течение 50 недель, да, Олег? Да, да, вы получаете по 3% в неделю. 3% в неделю получаете? 3% в неделю получаете, да. Но это максимально что-то даем. Сертификаты дают больше. Сертификат на серебро дает 3, ой, на золото дает 3,5% в неделю. А товарить вы его можете в любой момент. То есть вот вы сегодня купили сертификат, получили один кэшбэк, или вообще не получили, что-то у вас случилось, вы пришли в магазин, принесли, я хочу на эту сумму изделий. Все, пожалуйста, есть консультанты, это можно сделать и через интернет-магазин, и напрямую в физическом магазине. Да, многих, кстати, возникает вопрос, допустим, я нахожусь не в России, могу ли я сюда зайти, я просто пишу тоже ролики по... Значит, смотрите, вот мы с Прибалтикой, люди с Прибалтики, да, мы уже сделали одну пробную покупку, но там получается, в чем сам момент? Это в таможенных декларациях. Да, 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 я слышал об этом. То есть в Украину, в принципе, у нас не получается отправить товар, а при Балтике там она от 200 евро, то есть вы можете, например, сделать общую покупку некоторых изделий на сумму, грубо, 200 евро, и вам эта вся покупка отправляется в страны за рубежи. То есть там надо посмотреть по странам и посмотреть по таможенному законодательству, на какую сумму можем отправлять ювелирные изделия. Ну, лучше, наверное, писать техподдержку и задать этот вопрос напрямую, да, я так думаю? Ну, я думаю, да, то есть я думаю, люди, если там живут, и не знаю, Казахстан, Узбекистан, если они понимают, что там, по-моему, без таможенной пространства на любую сумму можно отправлять, то да. А если где-то у вас, получается, надо платить таможенную пошту, ну, тут вы уже сами считайте, как вам это выявляет. Вот сериал «Длиной в жизнь» комментирует, сейчас пишет, 25 евро обошлась посылка с гарантией до 7 дней. Куда? Я не знаю, куда, но 25 евро обошлась посылка с гарантией до 7 дней. Просто у многих возникает вопрос, а вот у меня в городе нет, допустим, этого магазина. Как я могу решить? Ребята, ну, как работают все обычные, вот, как работает Алиэкспресс или любой интернет-магазин? Да, вы здесь заказываете, вас консультируют, формируют вам эту самую, формируют вам посылку и отправляют там любой транспортной компании, которая вам нравится. Кстати, вот этот человек написал, сериал «Длиной в жизнь» пишет, если обычным письмом в Латвии, то вообще 200 рублей стоит посылка. Нет, ну, эти риски вы берете сами на себя, вы же понимаете, что в транспортных компаниях тоже работают люди, бывают случаи пропажи просто полностью посылок. Да, тут именно вам надо понимать, если вы берете на себя риски, мы без проблем, можем отправить и обычным письмом. Так, Константин Гаврилов пишет, живя в Украине, можно инвестировать и как? Значит, смотрите по Украине. По Украине у нас уже есть сеть, люди покупают в основном сертификаты, и к маю месяца мы отдельно на территории Украины будет отдельный интернет-магазин. То есть по территории Украины мы будем работать в разделе только интернет-магазин. Ну, нормальный интернет-магазин, я думаю, для многих сейчас уже это не новшество, я считаю. Да, мы уже решили вопрос с поставщиками по Украине, то есть по золоту, по серебру, по изделиям, по янтарю, то есть абсолютно все. Теперь осталось этот каталог просто вынести, но это где-то вот я планирую, что в мае мы полностью до ума доведем именно для Украины. Потому что на Украину там больше 100 евро нельзя ничего завезти. Ну, если посылками, там, если человек везет, там, по-моему, до 10, получается, до 10 тысяч долларов, а если письмом, там, или как, или посылкой, там, до 100 евро. Ясненько. Так, Олег, вы сейчас находитесь в магазине в самом, можете пройтись? Да, да, пожалуйста. Я считаю, что это, наверное, самое интересное из этой трансляции, то, что, действительно, виртуальная экскурсия. Так, вот, ребят, видим все своими глазами. Я уже видел у некоторых блогеров обзоры были, поэтому вот, ну, я уже наблюдаю это второе. Ребята, хорошо видно все, да? Да, 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 мы видим, конечно. Ну, лучше немножко наклонить камеру, да, на сами изделия, да, 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 вот так. Так, ну вот, ребят, мы сейчас в онлайне находимся, не в онлайн-магазине, а в магазине на земле. Ведь чем такой стрим-то? Да, это город Тула, как я понимаю, да? Да, да, город Тула у нас. Логотип русского элливерного дома. Ну, вот такой вот у нас легкий. Ясно, ясно. Фибро пошло. Ну, вот такие вот с камнями, с цифрами. Ну, конкурентоспособные цифры, цены. Не, ну, с учетом того, что есть еще кэшбэк, почему бы и нет? Так, вот такой вот вопрос у нас Анастасия спрашивает. Так, в чем подвох? Я инвестирую через время, удваиваю свою инвестицию и покупаю золото. Ну, за счет товара оборота. Мы же вам не сразу деньги даем. Мы же вам частями, а деньги в обороте. И за счет кэшбэка получается просто товар оборот. Ясно. Так, еще один вопросик, Олег. Потому что маржинальный товар, значит, смотрите, на золоте получается, так чтобы понимать, до 150% идет накрутка, на серебро идет до 500% накрутка. За счет этого и получается. И за счет высокого оборота. Высокого товара оборота. Понял. Так, еще тут пишут. А камушки какие? Можно еще раз озвучить? Камушки? Мы что-то про камушки говорили, я что-то не помню. Да мы про камушки не говорили. Ребята, давайте в конце я это самое, скину консультантов магазина, да? И вы сможете, если нету чего в магазине, сейчас контракты подписаны с четырьмя ювелирными заводами, но мы тоже дальше общаемся с поставщиками. То есть под заказ, в принципе, по большому счету, мы можем сделать любое изделие. Из любого камня. Кстати, да, я, кстати, видел, что, да, там было оповещение о том, что, то есть, если, ну, в общем, не только на сайте русского ювелирного дома можно заказывать, но также есть партнеры, у которых также можно зайти на сайт, посмотреть, что-то выбрать, потом сообщить эту информацию, там, поддержки, и, соответственно, ну, также получить изделие определенное, там, с каких-то, ну, с каких-то других сервисов, грубо говоря, партнеров, там, наверное, да? Да. Я тоже видел эту информацию. Так, Олег, когда вообще произошел запуск, как идет сейчас развитие? Значит, смотрите, запуск самого магазина произошел в сентябре, но, учитывая, что спроса не было, он был, вообще не было никакого оборота, и в ноябре уже был прикреплен сетевой маркетинг, ну, идет плавное хорошее развитие, то есть, бума нету, слава богу, потому что бум никому не нужен, да, даже если бы собирался бы, у нас сейчас идет на один аккаунт, если брать сертификаты, вы можете максимум на 3 тысячи долларов, если брать на изделие, на один аккаунт, максимум 10 тысяч долларов. Ну, здорово, закидонов никаких нету. Так, какие планы по развитию, что планируется, какая работа? Значит, смотрите, планов, по большому счету, очень много, очень много предложений. Также от ваших ребят пришло предложение открыть магазин в Воронеже, также вот предлагают, у людей тоже бизнес не идет, и в Петербурге полностью открытый рабочий магазин, тоже идут переговоры, чтобы они по нашим флагам тоже начали работать и делать товарооборот. Еще даже с Китая уже пришло, ну, буквально на той неделе предложение, то же самое, под флагом Русского ювелирного дома, и по вот этой схеме открытия магазины. Значит, вот в данный момент, пока у нас идет плавно развивается сетка, у нас данный магазин в Туле, следующий мы делаем очень сильный магазин, мощнейший по интернету, и будем параллельно открывать оффлайн-магазины. Угу, угу, ясно. Вопрос, тут вот прозвучал, почему сложно платить с карт? Да почему, с каких карт сложно? Видимо, имеется в виду, ну, Сбербанк, Тинькофф там. Да вообще нету никаких проблем, у магазина, магазин имеет юрлицом, выставлен счет, пожалуйста, Тинькофф, Альфа-банк, Сбербанк, никаких проблем нету. В магазине вы вообще можете из кредитных карт покупать товары, оплачивать кредитными картами. Ну, я, по-моему, понимаю, с чем это связан вопрос, потому что я тоже, когда делал пополнение, я думал, что рублями попробовать, и что-то там забил в рублях, а у меня реквизиты вышли не так, как мы всегда привыкли, потому что мы всегда привыкли, а, ну, сейчас номер карты будет, мы на нее отправляем. Нет, это же счет этого самого юрлица. Да, там был счет юрлица, я такой тоже такой, блин, наверное... Попробуйте на Тинькофф, на Тинькофф там, по-моему, попроще. Да, вот пишут то, что неудобно сделать. А будут в ближайшее время какие-то мерчанты подключены, где можно будет... Да-да-да, однозначно сейчас работаем, потому что нас интересует запустить мерчант, чтобы люди и с карточек могли проплачивать, и не только с России. Да-да, мы сейчас как раз работаем над этим вопросом, но я планирую, что в течение месяца мы этот вопрос решим. Ну вот, ребята, ответили вам на вопрос, в течение месяца вопрос решится, и не будет никаких проблем. Ну, так и сейчас нету никаких абсолютно проблем проплатить карточками любых российских банков, вообще никаких нету проблем. Что на покупку сертификата, что на покупку изделий. Олег, вот я услышал, что следующий город, где планируется открывать Воронеж, а какие еще города в планах? Смотрите, Воронеж, Питер, Казань, вот у нас сейчас крутится вот это направление. Олег, еще вопрос, я думаю, как раз вот он рядом находится с тем, с которым Андрей. Какие условия на открытие магазина? Значит, ребята, на открытие магазина у вас должна быть структура, понимание, где и товарооборот больше 50 тысяч долларов эквивалента. Ну, географически, то есть, если, допустим, человек, ну, грубо говоря, как я... Ну, да, мы понимаем, но тоже, если, например, у нас какой-то населенный пункт, там, 10 или 20 тысяч человек, неинтересно, интересуют хотя бы населенные пункты от полумиллиона. Ага, ясно. Потому что интересует товарооборот. Миллионники, полумиллионники интересуют. Так, Анастасия пишет, задает вопрос. Я вложила 3 тысячи долларов на сертификат, ничего не купила, через год у меня в кабинете уже 6 тысяч долларов. И я их могу обратно забрать. Это вопрос. Нет, так она получает эти свои 6 тысяч долларов, получается, по 4%, по 16% в месяц. Она за год выбирает 6 тысяч. Не сразу суммой будет, а она частями выбирает же эту сумму. Ага. А потом отоваривает сертификат. Анастасия, вам каждую неделю будет приходить вывод на ту платежную систему, которую вы поставите в своем личном кабинете. Ну, там, допустим, 50 недель прошло, вы можете уже взять этот сертификат и еще дополнительно по нему получить изделие какое-либо. На 3 тысячи долларов. Я правильно говорю, Олег? Да, 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 абсолютно правильно. Так, вопрос. Почему в Казахстане проблема поступления бонуса на карту? Я уже вторую неделю еще не поступила на карту. Так, это... Такие вопросы, если честно, я часто слышал в чате B2BG. Джеорли. Вы так... Значит, смотрите, пишите в техподдержку, или если мы уже здесь общаемся, скиньте мне свою почту посмотреть. Это раз, во второе, там, вот мы начинали, там есть в кабинете две кнопки. Одна кнопка получать каждую неделю, одна кнопочка идет по запросу. Да. И, кстати... То есть, вам, например, вы хотите получать раз в месяц, вы в конце месяца нажали по запросу, написали, какую сумму вы хотите вывести, и вам выводится. Может, у вас просто в кабинете стоит кнопочка по запросу. Да, проверьте тогда личный кабинет. Да, так в общий чат скиньте свою почту, но мы с вами разберемся, потому что с выплатами вообще проблем никаких нет. Абсолютно все равно. Да, у меня, кстати, тоже, у меня там была накладочка, но я знаю, почему она произошла. Просто произошел вывод тех средств, которые у меня уже были. И в этот же момент, видимо, человек активировался, мне еще по партнерскому бонусу что-то пришло. И, в общем, была такая загвоздка, потому что я смотрю так, эти деньги не поступили, но они и в кабинете не отобразились. Но, в принципе, я написал в поддержку, связался, и мне достаточно быстро все решили. То есть, я показал кабинет, говорю, вот такой-то этот, так-так. И мне вообще все вопросы отпали, все сделали. Там просто был момент, они переходили вот как раз на вот эти две недели срочной таблицы выплатно-автоматическую. И, да, были баги, были сбои, но были вообще незначительные. Там, по-моему, обратилось было до пяти человек в поддержку. Еще вопрос, ну, не то что вопрос, я считаю, что это хорошо, потому что сейчас туда подключили такие платежные системы, как призм и афилкоин. Так что можно, в принципе, оплатить не только привычными для нас уже криптовалютами, биткоин, эфириум, да, но еще... Да, то есть мы абсолютно хотим сотрудничать с криптомиром. И вот люди, которые именно с сетевым криптомиром, и вот мы выбрали две монеты. Ну, понятно, что призм – это у нас чемпион, он и в России, и в Украине, и во всем мире. Ну, и также дополнительно новую монету афилкоин, то есть перспективную. Я смотрю, они довольно-таки удачно хорошо строят сеть, и вот мы с ними тоже нашли. Так, обычно так. Так-так-так, сейчас дальше. Так, используйте крипту или платежки. Так, это утверждение было. Так, как с реинвестом? Вопрос идет, ну, и тут написан ответ уже сразу в чате. Обычно, как и на счет. Расскажите про реинвест, потому что я знаю... Значит, все там очень просто. Если у вас на счету реинвест идет от 10 долларов, если вы делаете реинвест, то получается сертификат за 9-10 долларов, вы покупаете за 9 долларов с баланса. Пусть ходит в кабинет, у вас там есть баланс. 10% сверху идет, а, допустим, если за... Ну, например... Скидка идет 10%. А, то есть я, допустим, за 100 баксов... Вы за 9 долларов покупаете сертификат за 10 долларов, да. Все, понятно. Ну, или за 90 долларов сертификат за 100 долларов. 90% от номинала сертификата. Так точно, да. Так, все, это мы поняли. Ага, так, ну, по магазинам мы, в принципе, поговорили. Так, какие у нас там еще вопросики-то были? Ну, тема очень простая, то есть ее очень просто обработать, и вообще проблем нет. Купи золото, верни себе деньги, если не хочешь заниматься. Или купи больше немножко золота, получи себе этот самый... Еще заработок плюс 50. Плюс у нас сетевой маркетинг. То есть чем больше вы сделали товарооборот золоте, тем больше вы заработали. И не только вы, а еще ваша структура. Ну, вы же понимаете, лучше иметь 1% от всей структуры, чем 100% от своей личной работы. Так, еще, могут регистрироваться с Германией. Тут без знака. Да вообще проблем никаких нет. Да, ребят, смотрите, дело в том, что у нас есть платежные системы электронные, и здесь географических привязок никаких нет. Да будьте вы хоть зимбабжу. Я думаю, да, биткоин есть, перфект мани есть, и призм есть. Я думаю, проблем вообще никаких нет. Да, даже тот же перфект мани, да, стандартный. Все, пожалуйста, он стандартный, он во всем мире работает. Так, здесь вот еще вопрос, Анатолий Пролов задает. Араборус принимаете номиналом 1 Ору 1 бакс? Почему 1 бакс, я не понял, у него же курсы там нестабильные. Кого принимаете? Ну, Ора, сейчас еще монета появилась, клон призм. Смотрите, я вам сразу скажу, что сейчас получается, мы взяли сначала две монеты, нам и бит предлагали, мы их сейчас подключили в ручном режиме, потом мы их сделаем в автоматическом, ну и дальше будем работать, подключать эти самые. Нет, я считаю, что наоборот, надо использовать, наверное, все возможности, по той причине, что... Нет, я не об этом говорю. Есть и такое понимание, техническая часть. Нет, я понимаю. То есть мы по очереди сейчас, мы вручную отработаем призм, афилкоин, потом мы их подключим на автоматический марчант и уже дальше начнем подключать другие монеты. Ну, это уже в личном, то есть это уже, я думаю, не обязательно на презентации, если интересно, обращайтесь, будем обсуждать. Ну, на самом деле, мне вот чем понравилось, то, что русский ювелирный дом, да, Джейверли Хаус, он идет в ногу со временем. То есть они были, наверное, одним из первых таких магазинов, который начал принимать призм. А это говорит о чем? То есть о том, что, ну, вообще сам призм, допустим, или там афилкоин, какой-то MLM коин, они же тоже имеют свою аудиторию достаточно большую. Поэтому я считаю, что здесь вот именно... Ну, если посмотреть на коин-маркет-скап, оборот призм, по-моему, я смотрел около 100 миллионов долларов. Вот так вот. Так, еще вопросики сейчас почитаем. Так, так, так. У меня такой вопрос. Вот, Олег, был репортаж, что есть магазин компании B2B Джейвери в Москве, и туда приходили, ну, я не помню, какие-то чиновники. Туда приходили все чиновники, которые только есть в Москве. Да, и вот я хотел узнать, именно могут ли быть какие-то там форс-мажорные обстоятельства в связи с этим, именно с проверкой контролирующих органов, которым может показаться сомнительной сама вот эта концепция и бизнес-модель. Ну, вы сами говорили, приходили, если было что-то сомнительное, магазин бы уже закрыли. Ну, здесь тоже разница есть. B2B Джейвери украинский, а судя по тому, какая у нас сейчас политическая обстановка оставляет желать лучшего. Да, кстати, больше с этим я как раз был в Москве, хотели зайти в магазин B2B, была как раз проверка с налоговой, но люди многие говорят, потому что есть рядом ювелирные дома, в которых грамм золота дешевле, чем B2B, и в них людей нету, а в магазине B2B, да, там, конечно, очередь. Чем у нас по ценовой политике отличается в B2B? В B2B в Москве грамм золота стоит 100 долларов, 6300 или 6700, ну, тогда был 63 курс, а серебро, по-моему, у них 1600. Значит, у нас золото в размере 4600, в зависимости от завода, от изделия, и серебро до 500 рублей за грамм. 500-600 рублей за грамм тоже это самое. А там, по-моему, в Москве 1300-1600 серебро за грамм стоит. У нас в городе Шымкен продавцы и консультанты очень грубые, аж боишься спросить или попросить. Я так понимаю, что уважаемый КЗ, вот, ну, ник такой, скорее всего, думает, что мы разговариваем о B2B-Джеверле. У меня такое мне. Ну, потому что в Казахстане же нет еще магазина прусского велирного дома. Нет, нет, у нас только сетка началась в Казахстане, там что-то у нас зарегистрировалось, около 20 человек или 30. Уважаемый КЗ, мы сейчас общаемся по русскому велирному дому. Он очень похож по концепции, по развитию, по продвижению на B2B-Джеверле, но это только российский, ну, уже по названию понятно, русский велирный дом, российский магазин, интернет-магазин и магазин на, ну, на земле, как говорится, ну, и плюс еще MLM-ка и поощрение в качестве там... Нет, с Казахстаном мы тоже готовы сотрудничать, проблем нет, у нас бестаможенная зона, так что проблем никаких. Ну, можете создать товарооборот в Шымкенте 50 тысяч долларов и к вам приедут и откроют вам магазин. И откроют магазин, создавайте дальше. Да, и вы будете там один из первых лидеров. Так, следующий вопрос. Все монеты не прикрутишь, да и надо ли? Ну, да, я считаю, что надо просто, если делать какой-то охват на какие-то монеты, то, наверное, на те, которые, ну, действительно, имеют за собой какое-то сообщество, комьюнити. Так, дальше. Анастасия пишет, что за качество золота, что в конечном итоге оно выходит бесплатно, раз в течение года, а, за него возвращают 100%. По качеству вопрос, по пробу нам. Смотрите, по качеству все очень просто. Вы можете заказать любую пробу, у нас самые ходовые, там, по-моему, 375, 585 и 736, по-моему, если у меня не ошибается. Можете заказать любую. Все, оно пробировано, проверено, уже люди и так проверяли, брали изделия, несли ломбарды, то есть проверяли, проблем никаких нет. Ту пробу, которую вы закажете, ту пробу вы и получите. Все, понятно. Вопрос отпал. Так, Сергей Криптодет пишет, а какая стоимость грамма из золота на изделие? Ну, по-моему, только что отвечали на этот вопрос. 4,4600 в зависимости от завода и в зависимости от изделия. Ну, если интересуют какие-то отдельные изделия, которые будут в индивидуальном заказываться порядке, ну, тут индивидуальные, ну, я имею в виду с камнями, там есть люди, которые себе заказывают индивидуальные изделия. У нас, в принципе, сейчас стандартные изделия, которые производят заводы и в основном, которые пользуются массовым спросом. Так, Виталий Млынко у нас присоединился. Виталий, приветствуем тебя. Это у нас лидер солидар клуба. Все равно, какую бы валюту ни принимали, она все равно после получения фиксируется в твердую валюту. Так, сериал «Длиной в жизнь» пишет, не, говорит, реально наоборот, призм уже, ой, тут какая-то сумма очень большая, 1,9 нулей, короче, вот так вот, ярд, вот, один ярд, видимо. Не, ну, политика простая, то есть, вы, если оплачиваете призм, мы по большому счету сразу переводим в фиат. Да. Потому что выплачиваем в фиате. Да, 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 смотрите, это то же самое, что, допустим, у вас карта, например, рублевая, вы, а у вас сертификат долларовый, следовательно, конечно же, будут идти конвертации, потому что у вас пишут по курсу. Вот, и точно то же самое все относится именно к криптовалюте. Биткоин имеется, ну, если биток, соответственно, там, допустим, 9 тысяч долларов, то, соответственно, вы заплатите за тысячу долларов, за тысячу долларовый сертификат больше битка, нежели по курсу 10 тысяч долларов за биток. То есть, все зависит еще от курса, то есть, сколько вы именно дадите крипты, потому что сразу будет идти конвертация на этот же момент, и у вас будет все отображаться. Так, можно ссылку на интернет-магазин. Так, ну, есть ссылка для регистрации внизу под видео. Да, и там в кабинете изделия, вы заходите в изделие, там, прямо в этом самом. Это графак, кстати? Ребят, ну, он еще в процессе разработки, там, конечно, он не идеально изделен, но уже все, пожалуйста, заходите заказывайте. Он прямо в кабинете. Так, очередной нам вопрос, причем тот, который уже задавался. Так, как с реинвестом? Ну, сказали же, можете в личном кабинете не ставить кнопку на автоматическую выплату каждую неделю, а, допустим, каждую неделю просто делать реинвест, покупать себе новый, новый этот. Да, там ставите по запросу, посмотрели у вас на балансе, например, там, какая-то сумма, можете по запросу ее вывести или реинвестировать. Да, делать закольцовку и тому подобное. Так, ребят, если есть еще какие-то вопросы, в принципе, у меня вопросов никаких нет. Мы, кстати, перед трансляцией тоже созвонились с Олегом понакидывали и думали, долго ли у нас будет стрим. Мы слова, кстати, уже накидали. Вот, если есть какие-то вопросы, задавайте. Андрей, может, у тебя там есть какие-то вопросы, там, может, с чата там что-то, что-то там пишет. Вот, если нет вопросов, мы можем, в принципе, приступить к розыгрышу и поугадывать словечки, которые у нас уже имеются, пять штучек. Ну, вот. Так, розыгрыш. Да, давайте. Уже пишут розыгрыш. Так, будет сложным процент. Ну, смотрите, что подразумевает в себе сложный процент? Это то, когда у вас пришла какая-то прибыль, и вы эту прибыль заставляете работать дальше. То есть у вас два варианта. Вы можете эту прибыль вывести, потратить на себя, и она у вас уже не работает. А второй вариант – это когда вы эту же прибыль, ну, допустим, там, тысячу долларов купили, пять процентов в месяц, например, там, как у меня это есть, и пятьдесят баксов вы получаете. Вот если вы эти 50 баксов, которые получили, проели, то у вас не работает сложный процент. А если вы их запустили дальше работать, то, соответственно, конечно же, они работают. Вы можете на них приобрести себе сертификат. Таким образом, на следующую неделю вы уже получите там себе процент с тысячи пятьдесят долларов, ну, там, по маркетингу, какой-то, четыре процента, пять, то есть в зависимости от того, на каком сертификате вы сидите и под какую акцию попали. Потому что, кстати, очень много там акций проводится от Русского Юлиерного Дома, и вот сейчас было и на 14 февраля, и Х2 акции. Кстати, Олег, давайте по акциям. Планируется ли еще что-то там, какие-то акции? Ну, 8 марта, конечно, будет. Жда, есть, что-то интересное будет? Есть какая-нибудь информация или это секрет пока? Я так думаю, что мы завтра все узнаем. Ребят, завтра будет информация, поэтому обязательно подпишитесь на канал, потому что эту инфу я тоже выдам, в принципе. На канале все будет. Ребята, вы же, я так понимаю, в Telegram чате есть, правильно я понимаю, да? Да, конечно, да. Ну, у меня, единственное, у меня аккаунт заблокировали в Telegram, я не знаю. Ну, я не могу писать первым кому-либо, и в чужих группах я тоже не могу писать, мне сразу значок высвечивается. На вас пожаловались. Хотя я никому первый не пишу никогда. У меня прям ник стоит. Дэн Инвест первый не пишу. Ну, видимо, есть... Не, так почему, вы же вроде писали у нас в чате. Ну, а, все. Я писал, но мне вот буквально на это не... Хорошо, я вам лично скину в любом случае. Да. Так, так, так. Давно ли вы на рынке? Денис Михайлов задает вопрос. Ну, уже говорили, видимо, Денис только присоединился. Ну, давайте повторим тогда, Олег. Значит, смотрите еще раз. Именно сетевой магазин открыли в сентябре. Выторга ноль. Ну, вообще, ну, просто стоял магазин, люди заходили, ну, что-то у покупок очень мало. Потом взяли схему B2B, ну, немножко там свое взяли. И запустили, и она запустилась. У нас, получается, сетка у нас начала строиться приблизительно с середины ноября. Да, ну, то есть, до Нового года, вот как я пришел, в сетке было всего лишь 50 или 70 человек. Ну, то есть, можно сказать, что развитие все-таки, наверное, пошло. Причем Новый год, да, он стукнул, потом праздники, никто никуда не заходит. Январь, грубо говоря, он мертвый. Поэтому по факту, ну, более-менее какой-то развитие. Ну, только начали, да, сейчас развиваться. Скачков нету, сеть растет плавно. Ну, а по поводу остального, я вот, мы смотрим, B2B уже работает третий год, чтобы вы понимали, там у них еще больше процентов сегодня работает. Ну, они, мы вот, кстати, перед трансляцией общались. Я не знал историю B2B, но Олег тоже говорил, что о том, что там не было какого-то грандиозного развития прям сразу, то есть, сначала... Не, сразу не, ну, а у кого есть грандиозное, сразу. Да. Так, поехали дальше. Так, донули рынки. Так, какая у вас связь с украинским B2B? Да никакой. По маркетингу похоже. Не, ну, а почему, ребят? Ну, вот знаете, тоже там, типа, вы украли нашу идею. Вот есть такие мешутки, я их называю. Вы украли... Ребят, первая социальная сеть, которая появилась, это был Facebook. Что же вы тогда сидите в ВКонтакте и не говорите, что, ха-ха-ха, а что вы тут ВКонтакте сидите, мы вот, первый-то Facebook появился. Ну, извините, любая идея, если она реально набирает популярность, ее можно усовершенствовать. И она версия рабочая, почему не использовать, да? Да, конечно. Все же ездят сейчас на дизельных двигателях, хоть они в Нью-Германии были сделаны, правильно? Ну да, тоже верно. Так, Антолий Фролов пишет, можно отчетность, бухгалтерскую отчетность где-то посмотреть месячную? Да я думаю, наверное, никто не даст такую информацию. Ну, это закрытая информация. Ну, можно просто... Олег, сколько сейчас количество людей? Сколько зарегистрировано и какой... Ну, есть информация, если есть... 641 регистрация техническая. 641 регистрация. Да, и где-то 400 с чем-то уже проплоченных. Ну, все же понимаете, как обычно, там 100 долларов, 10 долларов, 100 долларов, 10 долларов. Ну, я даже по своей структуре вижу, да, у меня там... Так, а, ну, в первой линии там человек 50, наверное. Ну, из них, да, там многие заходят. Кстати, вот что тоже, наверное, привлекательно, то, что ну, реально можно зайти на 10 долларов, строите сеть, пожалуйста, там, потом с учет реинвестов увеличьте свой депозит. Такая возможность тоже и есть. То есть, с 10 долларов может начать, я считаю, что каждый человек... Ну, вообще, без проблем, посмотреть, как оно работает, все остальное. Так, Ирина пишет, а где прямая трансляция с магазина стулы? Ну, на самом деле, Ирина, она сейчас и проходит, и буквально минут 20 назад Олег проходился по магазину, он нам показывал все, и сейчас он на данный момент находится прямо в магазине. Могу еще показать, если интересно. Ну, там записи же есть, по-моему. Ну, в принципе, да. Я думаю, это все увидят. Так, 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 так. Здесь, да, это вот уже сериал «Длина в жизни» ответил у нас. Так, 8 марта без акции нельзя. Такой праздник, Ирина пишет. Ну, конечно, да. Я вот почему-то не догадался сразу, думаю, что они в марте будут проводить. Вот какая акция. Так, просьба, закладывайте стримы на каналы заранее. Так, а то на силу нашел. Что-то, наверное, трудно нашел, да. Ну, я всегда оповещения делаю за сутки на канале в Телеграм. Анонсирую. А здесь, если вы подписаны на канал, то, соответственно, у вас... По-моему, анонсировано было еще раньше. Мы же планировали на четверг, а потом уже переделали на субботу. Но я анонс сделал уже позже, да. Да, так анонс, по-моему, и в среду был еще, но потом был переанонс, что переносится на субботу. То есть информация уже со среды была. Так, как долго планируется работа в интернете? Есть определенные планы по развитию? Руслан Галимов задает вопрос. По-моему, уже отвечает. Ну, будем работать в интернете, пока будет интернет. Отлично. Так, за счет чего увеличивается вложение? За счет того, что компания крутит наши инвестиции и за это платит в течение года 100%? Анастасия У задала такой вопрос. Ну, за счет товарооборота. Мы же не отдаем вам сразу 100%, мы вам сразу первую неделю отдаем всего лишь от 2 до 3%, а вашими деньгами мы можем прокрутить 5-6 раз. Там есть очень интересный ролик, мы сегодня снимем, и я вам сброшу. То есть, он более-менее показывает, как работает вся схема, там, минутный ролик. Я доведу, посмотрите, всем будет интересно. Так, молодцы, бывают копии, лучше оригинала Ирен Мосс Golden Team написала. Так, Анастасия опять пишет, если правильно понимаю, то на мои вложенные 3 тысячи долларов компания купила золото, закинула 500%, продала себе 300, а мне 200, то есть 6 тысяч долларов. Ну, где-то так и получается. Ну, там приблизительно ролик будет, то, что она сказала, это все будет, ну, более видно это будет, ну, чтобы воспринимание было. Я сегодня постараюсь к концу дня вам скинуть, ну, максимум завтра. Более наглядно разжеванно, да? Да, наглядно, абсолютно разжеванно. Так, Мания Лидер ТВ пишет, пока работает B2B, вам нечего ловить. Ну, я не знаю, есть чего, нечего, это второй вопрос. Так, ну, и Facebook есть, но почему-то другие соцсети, мессенджеры, все это развивается и так же. Да ну зачем, работает и пятерочка магазин, работает и магнит магазин, если так подходить. Ну да, согласен. И там, и там есть люди. Да. Так, привет всем, Натали пишет, здравствуйте. Так, Кристина Дас пишет, привет, привет. Проект Пушка, работаем, здорово, работаем. Мы тоже за, чтобы все работало. Так, они в России ловят. Да, абсолютно верно, то есть, ну, B2B, он больше нацелен на аудиторию именно Украины и сейчас, а здесь в России, ну, такой вот проект запустился. Ну, почему бы и нет? Ну, если, если эта система продвижения набирает популярность, почему бы и не использовать ее? Ну, это же здорово. Там также, то же самое, что также сейчас есть призм, да, запускаются другие коины. Ну, что, кто хочет, заходит в них, кто не хочет, там, не заходит. У каждого есть выбор, как говорится. Так, когда B2B скоманет, как это отразится на вашем магазине? Ведь концепция такая же. Вот такой вот вопрос прямой у нас поступил от Анатолия Фролова. Ну, в принципе, смотрите, ребята, вообще какая задумка, да, сейчас мы даем определенно большой процент, а когда B2B скоманет, я так думаю, нам будет очень просто опустить проценты, грубо 50%, 3% на сертификаты и скидка на золото будет до 50%. Вот и все. Будем просто, как обычный проект, работать. Но уже наберется цветка. То есть цену мы сделаем однозначно рентабельнее, чем у других магазинов. Так, с этого ролика и надо было начинать. Ну, вот и начинаем. Как вы собираетесь конкурировать с B2B? Идея вы у них взяли в виде успеха? А никто и не скрывает, да, взяли идею именно оттуда. И B2B послужила, не знаю, чтобы запуститься на Россию в русском ювелирном доме. А что здесь плохого, я не понимаю, в чем. Тем более она же не была запатентирована. Первая сетевая компания, как мы знаем, была Amway, и потом появились десятки, сотни других компаний. Это не мешает им как-то параллельно работать, да? Ну да. Так, с выплатами свыше 460% на товар, с маржинальностью или маржинальностью, видимо, имелось в виду, всего в 300%. В B2B очевидный скан. Ну, ладно, это подсчеты, если вы... Нет, ребята, я вам еще раз посмотрите, подумайте, да? Я вам так хочу сказать, что сейчас грамм серебра, грамм серебра получается в B2B, продажное в Москве 1300-1600 рублей. Окей, а входная цена, я вам могу сказать, входная цена всегда приблизительно около двух с половиной долларов. Посчитайте, сколько это есть. И какой зазор? То есть схема очень интересная, она будет работать. Так, поехали дальше. Так, тут какие-то вопросы были. Так, где мы там остановились-то? Так, привет. Я так понял, новые приходят и платят, а потока не будет. Тогда и денег не будет. Или денег тогда что? Александр Афанасьев задал вопрос. Конкуренция увеличит надежность и жизнь проектов. B2B уже задержки как минимум в Казахстане. Не согласен, B2B заходит в Россию уже три магазина, но там мы понимаем, что это пирамида. Процессы в ближайшем будущем будут повышаться, например, а, ну это вопрос, будут ли повышаться уже, ну типа, например... Да мне зачем? А зачем? Нету смысла. Ну, то есть я считаю, должен быть комфортно и нами, и вам. По поводу, ребят, по поводу рисков и нерисков, смотрите. Ну, во-первых, нет никаких призывов к действию. То есть вы сами должны понимать, куда вы идете, что вы делаете, отвечаете за свои действия. Это первое. Второе, для тех, кто прям, ну очень сильно боится, без проблем. Здесь есть вариант, когда вы приходите, сразу покупаете себе какое-то изделие, и потом еще получаете в течение 50 недель себе стоимость изделия еще 50% сверху. То есть у вас в итоге на руках и изделие, и еще те деньги, и плюс 50%, которые вы за них отдали. Вот, если боитесь, можете по такому принципу заходить. Поэтому, ну, как бы, то есть, вот в чем, ну, что здесь, как бы, интересно, да, то, что, ну, действительно, B2B, да, послужил таким толчком для всего этого дела. То есть никто этого не отрицает, никто не будет говорить, что нет, что вы, нет, ну, ни в коем случае. Вам, да, в открытую говорят, что да, все, никто вас не обманывает. Пожалуйста. Вот есть такой вот вариант захода. Если не боитесь, то можете зайти, взять сертификат. Получили там 2, 3, 5, не знаю, там, 4 месяца, допустим, да, получили свой кэшбэк. Потом такие, боюсь, пойду обменяю на сертификат. Пошли, обменяли на сертификат, сертификат на изделие, получили себе изделие. Такой вариант тоже есть. Ну, а можете до конца срока, там, если не боитесь, то можете до конца срока, там, продержать свой сертификат, потом еще пойти и за него еще изделие получить. Поэтому каждый выбирает. То есть выбор есть. Понимаете, здесь дается выбор. И вы уже сами выбираете, как вам работать и принимаете решение, соответственно, на основе этого всего. Так, ну что, ребят, так, чьи еще там вопросы, да, у нас пошли, да, 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 да. B2B процент 8, а с кабинета 10 сейчас. Здесь тоже есть система поощрения. То есть если вы, допустим, покупаете с, ну, грубо говоря, реинвест, то у вас на 10, на 10 процентов дешевле вам обойдется, там, сертификат, например, стоит 100 долларов, вам он обойдется за 90. Такой вариант тоже есть. Так, я хочу взять кредит, можно ли вложиться в вашу компанию без рисков? Так, Толя, ты задолбал. Это мой партнер просто, поэтому я могу так с ним разговаривать. Нет, это не проблема, потому что я в Кулу приезжаю, кредитка оплачивается. Идите, оплачивайте кредиткой изделия, а потом получаете кэшбэк. Во, это вот для вас вариант. И не нету никаких рисков. Так, какой план развития? Ну, только что же рассказывали о том, что планируется в течение, там, не помню, какого срока запустить магазины, также онлайн-магазины, также идет сотрудничество с другими магазинами. То есть, если какого-то изделия нет в Дживерли Хаус, то есть партнеры. Вы заходите на сайт этих партнеров, выбираете там изделие, связываете с Русским ювелирным домом и сможете приобрести там изделие. Правильно же? Да, абсолютно. Вот так вот. Пока четыре завода у нас, партнеры, но дальше будем развивать сотрудничество с партнерами, кто изготавливает именно ювелирные изделия. Так, надо брать эти возможности, которые нам даются здесь и сейчас. Да, хотите, берете возможности. Не хотите, пропускайте мимо. Я за то, чтобы у людей было право выбора. Проект Клон B2B. Такие сразу дохнут. Как только оригинал сдохнет, а B2B, судя по всему, скоманет через два месяца. Ребят, не нравится? Проходим мимо. Ну, если бы у меня сейчас был выбор, да в принципе я бы и сделал. Зайти в B2B, который я считаю, что на пике своего развития на данный момент и сейчас, ну, B2B сейчас спасет, если они будут открывать новые регионы, вот, то я бы выбрал русский ювелирный дом. И я это сделал. Я выбрал на тысячу десять долларов, я взял себе сертификат и сейчас получаю каждую неделю кэшбэк. Я не готов продавать квартиры и покупать на это сертификаты, но тысячу долларов я выделил и без проблем. Я это показал вам. Так, ладно. Все, давайте сейчас уже перейдем, наверное, к розыгрышу. Мы уже, кстати, ровно час проводим трансляцию. Сейчас у нас пять слов и как раз, наверное, то, что ждали у нас наши уважаемые подписчики и участники этого стрима. Поэтому давайте, наверное, сейчас мы... У нас имеются уже слова. Ребят, смотрите. Так, Андрей, скинь свой чат тоже, а чтобы я за ним тоже как-то следил. А, так. Как я его открою? У меня сбой, у меня этот... Вылетела трансляция, так что час сейчас не работает. А, все понял. Ладно. Ну все, тогда, ребят, окей. Попробуем сейчас тогда вот сделать вот так. Я растяну даже просто, если я выведу это на этот. Так, смотрите. Значит, условие следующее. У нас есть пять слов и каждый человек, который угадывает слово, получает сертификат на 20 долларов. Если вы до сих пор не зарегистрированы в русском ювелирном доме, то ссылка для регистрации находится внизу под видео. Если вы выигрываете, присылайте свою e-mail на тот, на который вы зарегистрировали. Правильно, Олег, я говорю, да? Да, 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 да. Присылайте мне, я отправляю в ТП и вам начисляют там 20... Абсолютно верно. Да, 20 баксов у вас будет сертификат, который вы будете получать обратно там кэшбэком, я не помню сколько там, 4 процента, да, по-моему, получается? Да. Да, 4 процента, соответственно. То есть из 20 долларов вы получите 40 долларов, а на 40 долларов себе потом приобретете серебряных изделий. Да, вот так вот. Так, ребятки, поехали. Значит, слово у нас имеется. Эти слов у нас пять штук. Для ребят, которые только-только подключились и не знают вообще, что и как здесь, как у нас проходят конкурсы, следующим образом. Значит, у нас загаданы слова. Вы задаете наводящие вопросы, и тот человек, который первый прописывает то слово, которое мы загадали, тот человек является победителем. То есть ничего сложного нет. Все, погнали. Я уже вот вижу, что у нас пишут МЖ, живое, неживое, дома ли есть. Так, это слово, значит, оно неживое, мужского рода, дома есть, ну, в том виде, в котором мы к нему привыкли, наверное, ну, у кого-то есть, а у кого-то нету. Вот так вот. Так, 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 поехали. Так, откуда информация, что B2B скомонет через два месяца? Ребят, это не я утверждал, и я не утверждаю так, поэтому это вот кто-то, кто это написал, ему задавайте вопрос. Так, браслет, нет, это не браслет, ноутбук нет, цепь нет, сейф нет. Давайте, давайте наводящий вопрос, создавайте, ребят, потому что если по слову просто писать, это очень тяжело будет. Итак, мы определили, что это слово мужского рода, значит, потрогать его как бы нельзя все-таки. Так, 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 ум нет, воздух нет, золото нет, спасибо, лазер, а, видимо серебро имеется в виду, опечатка, нет, 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 экран нет, электроника, да, к электронике можно отнести, размер, нету размера, ну, такого, чтобы там в сантиметрах измерить, там, или в килограммах, там такого нет. Так, инвестиции, нет, это не инвестиции, сквозняк нет, весы нет, это знает каждый человек, наверное, ну, большинство людей знает об этом, это слово, оно у всех на слуху. Так, часы нет, айфон нет, телевизор нет, едят, нет, это не едят, эфир нет, фонарь нет, телефон нет, к телефону имеет отношение, вот так скажем. Идея, я думаю, сейчас быстро угадаете это слово, это не идея. Смартфон, да, к смартфону очень близко имеет отношение. Интернет, светильник, планшет, я думаю, сейчас у нас кто-нибудь угадает. Это слово тепло, нет, это не слово тепло, но тепло в плане в том, что, да, это уже близко, планшет, нет. Устройство, ну, это не устройство, но так, ну, я думаю, сейчас, 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 это кто-то угадает. Телефон, интернет, смартфон, волна, электронные весы, Wi-Fi, мобильный телефон, ноутбук, телефон. Ну, ребят, уже очень-очень близко, макбук, ютуб, смартфон, вот смартфон, телефон, это очень. Андроид, стоп, 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 русис, русис, андроид. Русис, да. Да, это слово было, андроид, мы поздравляем. Андроид у нас получает, то есть не андроид, а русис. Так, ребят, сейчас я быстро помечу себя, потому что потом мне надо будет это все отправить. Так, русис, русис, почему ручка не пишет, а ну, что ж такое? Так, русис. Ага, так, да, это слово было у нас андроид, и русис у нас получает 20 долларов, сертификат на 20 баксов русского юридного дома, или джеверли хаус, как называется сайт. Вот, после трансляции обязательно внизу под видео напишите мне в личку в телеграм, там ссылочка есть, либо забьете ден, нижнее подчеркивание, инвест, мне присылайте свою почту, зарегистрируйтесь, кстати, по ссылке, которая находится внизу под видео, но если вы уже там есть, то без проблем присылайте ту почту, которая у вас, и получите себе сертификатик на 20 баксов от русского юридного дома. Так, ну что, следующее слово у нас также имеется, мы поздравляем победителя, и сейчас мы загадываем второе слово. Все, поехали, понеслась, начинайте задавать вопросики, наводящие, для того, чтобы вам было больше угадать это слово. Все, поехали. Живое, мужского рода, дома у меня нет. Ну, у кого-то, может быть, и есть, да. У кого-то, может быть, да, может быть, кто-нибудь и имеет такое. Так, в доме есть? У меня нету. В воде? В воде есть? Ну, если поместить, будет в воде. Да. Авто, нет. Да, авто. Живое? Живое, авто, да. Живое. Эхо у кого-то, посторонние шумы. Ну, ничего, самое главное, вы пишите, главное, чтобы мы не пропустили тот вариант, который у нас будет. Так, кот, нет, отец, нет, птица, рыба. Нет. Животное? Это живое, но не животное. Кот, нет, крокодил, мустанг, цветок, пиво, кот, живое пиво, имелось в виду, видимо. Так, пёс, нет, свет, нет, растения, нет, капец, частота отправки. Да. Так, а сколько ограничено, на сколько ограничено? Ну, там, по-моему, 10 или 20 секунд ставили. Да, да, паук, рыба, водоросли, попугай, осьминог, вирус, улитка, рыба. Нет, нет, нет. Шесть секунд отправки. Ну, шесть секунд нормально. Таракан. Дэн, а чей у нас айфон восьмой подключен в зуме? Это кто? Таракан. Не знаю, может, Виталий там подключился? Виталий, это ты? Посторонний шум какой-то, это кто? Так, таракан. Таракан, ну, уже близко. Насекомое его, да, да, насекомое. Рыба, слон, черепаха, раки. Мышь, жук, ну, насекомое, не жук, хотя, или это жук? Ну, это надо быть за улогом. Надо погуглить. К семейству жучиных он относится или нет? Так, миллиард. Нет, это не миллиард. Насекомое. Да, это насекомое. Муравьи, краб. Маленькое или большое? А с чем сравниваем, Александр? Цветок, муравей, паук, 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 паук. Комар, клоп, комар, паук. Муха, комар, клоп, паук. Клопы, вкусеница, блоха. Москит, клоп. Нет, пока, ребятки, все мимо. Пока все мимо. Это эфир, эфириум пейментс. Вау. Это, видимо, в записи кто-то смотрит и сейчас задает вопросы. Черви, блоха, муравей, блоха, таракан, таранту, хрущ, жук, кошка, муха. Уже близко, ребят. Это насекомое, это насекомое. Богомол. Стоп, 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 стоп. Есть, 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 есть. Анатолий Фролов угадал слово. Богомол. Так, все. Вот, Толя, я подписываю. Так, ну, поздравляем Толю. Толя у нас выиграл 20 баксов. Сертификат на 20 баксов в русском ювелирном доме. Кстати, мой партнер, но в русский ювелирный дом он не заходил. Вот сейчас у него как раз такие возможности. Анатолий умудрился в одном слове две ошибки сделать. Вообще-то богомол. Ага, я думал, читал, а богомол. Думал, что он писал. Ну, ничего, мы не поняли, да, что речь. Анатолий, по зоологии пять, по русскому два. Так, ну что, поздравляем, здорово. Так, ребят, ну что, два слова у нас угадывали. Напоминаю, сегодня мы говорили про русский ювелирный дом, про джеверли хаус, про то, как можно получить изделие, золотое либо серебряное, и еще на него сверху получить сертификат. У нас имеется еще три слова, и это еще будет 60 баксов, ребятки. Так что, поехали. Следующее слово, запускаемся, погнали. А как бы слова... Кто не отгадал, может еще наверстать. Вопрос тут прозвучал, как слова вы подбираете. Вообще просто хаотично. Вот перед трансляцией сели, говорю, ребят, надо пять слов. Вот первое, что в голову пришло, мне андроид. Я говорю, давайте первый андроид будет, давайте, погнали. Все, вот в таком формате все придумывается. Ну, мы стараемся из разных каких-то сфер, областей, чтобы интереснее было. Да, потому что, если бы вам сейчас это... Мы там проводим, допустим, трансляцию по русскому ювелирному дому, вы все такие, а, сейчас будет золото, серебро, цепочка, там, еще что-нибудь, сережки. Ну, а, держите, сейчас вам будет. Андроид не хотите. Вот как-то так. Так, поехали. МЖ, живое, неживое, дома есть. Так, это мужского рода, неживое, дома, возможно, будет, если вы его принесете. А, ну, в принципе, все, отвечу. Неживое, дома, возможно, есть. Таракан нет. Андрей, надоел про ошибки, сам поиграй, быстро пишем, а не врубаем. Типа, некогда про грамматику думать, отгадывать надо, понятно. Конечно, конечно, да. Так, живое, большое, потрогать можно, дома есть. Это неживое. Большое с чем сравнивать? Вот с чем сравнивать? Со спичной головкой тогда большое, наверное. Если с автомобилем, то маленькое, наверное. Потрогать можно, можно потрогать, дома есть, если домой принесете, будет дома. Так, летает. Ну, в принципе, если подкинуть, то полетит. Наверное, так. Так, как могу покупать с призм? Так, ребят, потом еще вернемся к этому, да, как можно с призм покупать. Мы сейчас пока отвечаем на вопросы, которые у нас угадывают слова, ребята. А в перерыве мы расскажем, как можно с призм покупать. Так, золота нет, если только перфект мани там. Видимо, человек смотрит задержкой немного трансляцию, поэтому он сейчас пишет вопросы. Все, я понял. Так, Wi-Fi это нет, инструмент нет, это не инструмент. Блоха нет, хлеб нет, мебель нет, камень нет, приставка, металл. Нет, не металл, это не электро, клоп, мячик, интернет, столб, холодильник. Продают? Ну да, это продается, можно купить. Из чего? Некорректный вопрос. Да, из чего-то. Из чего-то, да. Велосипед нет, металлическое нет, телевизор, забор, спанчбоб. Спанчбоб. Нет, ребят, стол нет, батарейка нет, доверь, так, 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 давайте, 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 ребятки. Молодца. Стул нет, пень нет, мимо, мимо. Ребят, наводящие вопросы, давайте, 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 наводящие вопросы. Пластик. Нет, деревянное, нет. Не деревянное, но дерево имеет прямое отношение к материалу, из которого сделано то слово, которое мы записали. Во, сказанул, да? Думайте. Так, часы нет, диван нет, и стекла нет, нет. Дверная, дверная коробка хлеб для развлечения, ну, я бы так и сказал, лист. Какой лист? В какой-то мере вы угадали, ну, ни слова, но это близко. Так, лежак нет, бумага, вот, да, бумага, вазон, бумага, скамья, шкаф, шкаф, бумага, шатырна, так, салон, лопата, декор, коробка, картонная, шкаф, картон, шкаф, деньги, бумажная, да, бумажная, фанера, цветок, ДСП, клюшка, бумага, паркет, книга, так, стол, стул, кухонная, доска, книга, лист металла, книга, картон, картон, купюра, упаковка, материал, обои. Фух, пока мимо, ребятки, ну, да, я признаюсь, это сделано из бумаги. Если дам сейчас какой-то наводящий вопрос, прям мгновенно угадайте, поэтому я, конечно, не буду его задавать, то есть, подсказывать. Так, ламинат, папка, альбом для игр каких-то, видимо, или, не знаю, газета, папка, ДВП, коробка, рулон, конверт, альбом для рисования, шпон, журнал, газета, рулон, фотография, упаковка, шляпа, фотография, паспорт, туалетная бумага, папирус, фанера, коробка, лестница. Нет, пока, ребят, все мимо. Это сделано из бумаги, вот то слово, которое здесь записано, оно сделано из бумаги. Каталог, нет, плинтус, тетрадь, паркет, грамота, визитка, тетрадь, паук, блокнот. Но, наверное, давайте так, самое близкое, наверное, что было, это, наверное, Виталий Полищук написал, я не буду говорить, какое слово, но я его произносил уже. Блокнот, оригами, самолет, журнал, папье-машье. Так, ой, так, журнал, что-то все... Там не было, Андрей? Нет, это так. Трудовая книжка, папье-машье, журнал... По-моему, не было еще. Xiaomi, где используется? Вы намекните, где его можно использовать, а мы скажем, да или нет. В разных сферах, ребята. Близко, близко вы называете. Диплом, грамота. Ну, давайте, кто-то сейчас отгадает. Да, 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 грамота, диплом, да, это уже близко, 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 прям ближе уже некуда. Но это как раз-таки то, что я подсказал. Есть, Виталий Полищук. Виталий Полищук, сертификат, стоп. Виталий Полищук у нас угадывает это слово. Так, все, вписываем. Виталий Полищук. Молодец. Все, мы поздравляем. Да, конечно, это было слово сертификат. И мы его не раз говорили сегодня за сегодняшнюю трансляцию. В общем, ребята, да, круто. Три победителя у нас уже имеется. Виталий, напишите внизу под видео, там есть Дэн, нижнее подчеркивание, инвест в Телеграм. Пишите свою почту, которая привязана к аккаунту в B2B. Тьфу, какой B2B. В B2B Джеверли, да, вам закинем туда. В Джеверли Хаус. И вам зачислить сертификат на 20 баксов. Так, ну что, ребятки, молодцы. Круто, да, сертификат это было действительно. Итак, у нас слово Android, Богомол и сертификат уже угаданы. И у нас осталось еще два слова. И у нас будет в любом случае два победителя. Потому что два слова, которые получат по 20 баксов. Ну что, готовы? Поехали. А вот Богомола не обсуждали на эфире. Да, мы Богомола не обсуждали. Напоминаю, спонсором этой трансляции, этого розыгрыша является русский ювелирный дом, о котором мы сегодня как раз-таки вам рассказали. Достаточно интересный инструмент. Поэтому можете попробовать, если не боитесь. А если боитесь, тогда можете купить себе сразу изделие. А потом еще получать по нему кэшбэк в течение 50 недель. Итак, поехали. МЖ. Живое, неживое. Дома есть. Так, это неживое. Слово мужского рода. Дома у кого-то есть. Неживое, не едят. Папка, тетрадь, золота нет. В гараже, ну если в гараже отнести, будет в гараже находиться. Давайте, давайте. Так, неживое. Поехали, поехали. Давайте так даже скажу. Неживое, но движется. Вот даже подсказку он дал. Неживое, но движется. Так, лопата нет. Металл нет. Инструмент, мебель, кольцо. Ага, нет, 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 мимо, пока мимо. Ни к чему этому отношения не имеет. Металл. Ну, слово металл или что? Так. Пылесос, мотоцикл. Перекатиполе. Нет. Робот. Ну, в какой-то мере, наверное, можно сказать робот, да, Андрей? Ммм, ну, как... Нет, ну, я так понимаю, это то слово, которое Олег загадал, последнее, да? Не-не-не, почему? Предпоследнее, четвертое слово, Андрей. Ну, да. Ты давайте в этот напишу. Так, так, велосипед. Ой-ой-ой, что-то тут столько слов уже. Так, можно потрогать? Так, робот-пылесос, нет, этот пылесос не имеет. Так, блендер, можно потрогать? Да, можно потрогать. Пылинка, нет. Велосипед, нет, нет. Автомобиль, нет. Велосипед, ток, вентилятор, нет. Дрель, шейкер, косилка, велик, робот-пылесос, нет. Так, так, так. Стул, огонь, дрон. Очень близко. Интернет, гироскутер, робот-пылесос. Пылесос, самокат. Ребят, я сейчас в порядке очереди читаю, потому что я пропустил. Так, самокат, нет. Интернет, игрушка, автомобиль. Нет, не автомобиль. Робот, пылесос. Ролик. Самокат, игрушка. Самокат, тренажер, игрушка. Компьютер, миксер, телевизор, скейт, андроид, скутер, блендер, часы, вертолет, самокат, вентилятор, самокат, самолет, вертолет, самолет, весы, гироскутер, комбайн, гироскутер, самокат. А, вот дошел уже до конца, кстати. Так, нет, нет, нет. Были слова, которые очень близки к тому, что у нас заказано. Нет, не самолет, не самолет, джойстик, дрель, шуруповерт. Наводящие вопросы задавайте, ребят. Наводящие вопросы. Гаджет. Да, можно гаджет отнести, наверное. Не, или, блин, не знаю. Гаджету можно отнести? Я бы к роботу отнес вообще бы. Ну, или... Так, змей нет. Было одно слово, которое очень-очень близко к тому, что мы загадали. Вентилятор нет, комбайн нет, змей нет. Квадрокоптер. Есть, есть, есть. Квадрокоптер, ребята. Стоп, стоп. Кто назвал? Play Xiaomi. Play Xiaomi. Квадрокоптер. Это слово было квадрокоптер. Все, есть. Все, сейчас, сейчас пометим. Так, Xiaomi. Xiaomi. У нас угадал это слово. Фух. Да, ребят, это было слово квадрокоптер. Там нас же называли дрон. Да, в принципе, это очень похожее слово. Слово вентилятор тоже очень близко. Было к тому, что мы загадали. Но все-таки, вентилятор прописывалось, как квадрокоптер. Я видел, что выше никто не написал его. Так что, ну, да. Поздравляем Play Xiaomi с тем, что он у нас выиграл сертификат на 20 баксов в русском ювелирном доме. Регистрируемся по ссылке внизу под видео. И отправляем мне в личку, Дэн, нижнее подчеркиваю, инвест в Telegram, свою почту. И, соответственно, вы получаете сертификат. Ну что, ребятки, молодцы. У нас еще. Я знаю, что дроны это то же самое. Но, ребят, мы заказывали слово не дрон, а именно квадрокоптер. Я его так прописывал. Поэтому то слово, которое у нас записано, то человек выигрывает первые пишут, человек выигрывает. Синонимы не считаются, да. Так. Так можно было и не угадать вообще. Ну почему же можно было бы угадать? А отгадали? У вас очень много конкурентов, поэтому в любом случае угадали. Предлагаю поделить. Нет, это будет не честно поделить. По той причине, что если бы мы загадали бы слово, допустим, дрон, а вы бы написали бы дрон, то вы бы выиграли. А человек, который написал бы квадрокоптер, он бы не выиграл. Поэтому у нас все честно всегда. Так. Ну что, ребятки. Есть еще одно слово. И мы сейчас это слово уже загадали. И тот человек, который пишет его первым, этот человек у нас выиграет в очередной раз 20 баксов от русского ювелирного дома, где вы можете приобрести себе золотое изделие и получить за него кэшбэк. Вот так. Так. Так, 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 так. Почему-то некоторые блокируются. Так. Открыл. Так. Так. Веник. Окей. Так можно было не угадать. Так, так, так. Предлагаю поделить. Так. Так. Скейт. Нет. МЖ. Мужского рода. Слово. Магазин. Нет. Золото. Нет. Размер. Ювелирное. Да, к ювелирке имеет отношение. Наталья у нас написала. Ну да, да, да. Вот мы тут уже по такому подсказку. Золото. И золото. И не золото. И золото. Бриллиант нет. На праздники используется. Я не знаю, ребята. В руку помещается? Ну. 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 Да, помещается. Давайте так. Да, помещается. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Бриллиант. Браслет. Кольцо. Камень. Прозрачное? Нет. Браслет. Нет. Колечко. Карат. Кольцо. Браслет. Браслет. Палладий. Инструмент. Кулон. Браслет. Кулон. Проба. Браслет. Рубин. Камень. Брошь. Родий. Браслет. Алмаз. Цепочка. Статуэтка. Украшение. Янтарь. Ну да. Это используется в украшении. Вот так. Давайте скажем. Янтарь. Нет. Нет. Серебро. Жерелье. Медаль. Пирсинг. Изумрун. Повеска. Кэшбэк. Монетка. Печатка. Сертификат. Уже было. Сережки. Кольцо. Цепь. Колье. Колье. Нет. 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 Ребят. Все. Мимо. 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 Самое близкое слово. Это было. Цепочка. Но. Это такое. Наводящее было слово. А дальше сами гадайте. Ничего. Подсказок больше не будет. 20 баксов на кону. Как-никак. Так что давайте угадываем. Крест. Топаз. Монета. Ожерелье. Цепь. Алмаз. Камень. Колье. Ага. Кулон. Серебро. И серебро в том числе. Брелок. Кулон. Застежка. Подвеска. Цепь. Карат. Браслет. Колье. Жемчуг. Звено. Бусы. Ну вот. Звено. Уже вот что-то близко. Да. Наверное. Андрей. Да. То есть цепь. Звено. И вот это слово. Вот где-то они вот имеют какую-то связь. Персинг. Замок. Жемчуг. Ошейник. Носят мужчины или женщины. И те и другие носят. Крестик. Перстень. Ну само это слово как бы не носят. Но то что оно означает. Наверное. Вот так. Это носят. Ожерелье. Застежка. Застежка. Блокчейн. Запонка. Подвеска. Часы. Вставка. Кольцо. Звездочка. Нет. 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 Ребята. Заколка. Плетение. Очень близко. И сейчас я готов выслушать. Правильный ответ. Оберег. Оберег. Запонка. Крест. Бренд. Андрей. Будьте очень внимательны. Сейчас угадает. Изделие. Улон. Давайте. 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 Кольчуга. Замочек. Чокер. Карабин. Ага. Бисер. Ага. Дизайн. Бисмарк. Рантиер. У нас угадал. Но это не Алекс Рантиер. Есть. Ребята. Это было слово бисмарк. Это плетение в цепочке. Вот так вот. Золотой себе. Оказывается бывает и такое. Рантиер. Так что мы как раз сегодня закончили ювелирной темой. Да. А мы ее специально оставили напоследок. Потому что я был уверен. Что как только мы начнем первые слова. Я думаю. Там точно будут по золоту у нас всех. А думаю напоследок если оставим будет интересно. Ну вот как раз таки это. Кстати это слово у нас загадали прямо из магазина. С русского ювелирного дома. Это слово было загадано у нас. Олег. А можно еще раз небольшую экскурсию. Пока у нас не закончилась трансляция. Ребят. Давайте еще раз посмотрим. В прямом эфире. Ребят. У с компьютера. Смотрите. Будет удобно. Неудобно. Там корректируйте. Пишут. Это же фамилия. Да. Ребят. Я знаю что это фамилия. Так видно более-менее. Да. 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 Видно. Это фамилия. Но она ассоциируется у всех с плетением. Ну так же как и Оливье. Да. Вот кстати. Тут 4 цепочки. По-моему это и есть плетение Бисмарк. Вот так вот. Видите. Подсказка была прямо за спиной Олега. Так же как ребят есть Оливье. И как только вы слышите Оливье. Вы явно вспоминаете не человека. А салат. И Новый год сразу. Да. Или сэндвич. Да. Да. Ребят. Поздравляем победителей. Вы сейчас можете наблюдать как Олег находится в магазине в Туле. Русский ювелирный дом. И делает вам такую экскурсию. Видите логотипы русского ювелирного дома. То есть это он не зашел в какой-то ломбард, который находится у него там на районе. А именно зашел в русский ювелирный дом. Который находится в городе. Я уже хочу это плетение. Короче нифига не понимаю в ювелирке. Придется самой поехать к вам. Всем спасибо. Визна Мария пишет. Ребят у вас сейчас на данный момент экскурсия по русскому ювелирному дому. Магазину. Так. Ага. Все плешки ставят. Ну что ребят. Вот такой вот. Вам провели экскурсию. Показали. Вот магазинчик. Вот таким вот образом он выглядит. Где вы можете. Если вы находитесь не в городе Тули. То вы можете просто в интернете так же сделать заказ. И получить свое изделие. А потом еще дополнительно на него получать определенный кэшбэк. Так. Ну что. Давайте по несколько слов подведем итоги нашего эфирчика. Олег. Слушаем. Давайте будем уже заканчивать. Скажите там пару слов нашим участникам. Тем кто у нас были ребята на трансляции. Ну и будем уже закругляться. Что ребята. Хочу вам пожелать хороших покупок. Прекрасных ювелирных изделий. Вы же понимаете. Что золото это основное. Основные деньги они были еще до нашего времени. В наше время. И золото можно передать по наследству. И все остальное. Ну золото всегда было золотом. Это не бумажные деньги. Не крипто деньги. Это все-таки актив. Так что приобретайте актив и получайте обратно деньги. Спасибо большое. Андрей. Да. Ну отлично. Спасибо Олег. Что провели нам такую виртуальную экскурсию. Если будет шанс оказаться в Туле. Соответственно можно лично будет наведаться в ваш магазин. Сделайте оборот. И мы приедем к вам. И откроем у вас магазин. Не надо вам будет ехать в Тулу. Но хочу сказать. Очень душевный городок. Очень интересный. Он такой православный. Очень интересный музей оружия. В принципе Тулу все равно надо посмотреть. Как раз в своей жизни надо здесь побывать. Понятно. Самовары тоже здесь очень интересные. Окей. Точно. Со своими самоварами говорят в Тулу ездить не нужно. Не надо. Не надо брать свои самовары. Так. Ну что ребят. Спасибо большое. В первую очередь Олегу. Полеву. Который присутствовал у нас. Сегодня провел нам экскурсию. Рассказал вообще о Джеверли Хаус. В русском ювелирном доме. Приятно было пообщаться. Познакомиться. Потому что мы вот впервые в таком формате поработали с Олегом. Ту информацию, которую он дал. Я считаю, что она была полезной. Интересной. И то, что у нас действительно в русском ювелирном доме есть такие входы. Как говорится. Менее рисковые. Да. Для тех ребят, которые побаиваются. Где можно реально прийти и просто получить сразу изделие. Заплатить за него. А потом еще обратно. В течение 50 недель вернуть свои деньги с 50% надбавкой еще сверху. Вот так вот. Вот. Всем ребятам. Вам. Кто участвовал у нас сегодня на трансляции. Или кто смотрит записи. Большое спасибо всем за просмотр. Ну а победителей. Ну что. Мы вас поздравляем. Спонсор нашей трансляции сегодня был нашего конкурса. Угадай слово. Был русский ювелирный дом. Джей Верли Хаус. И 5 человек по 20 барсиков у нас выиграли. Напишите там в комментариях понравился ли вам такой формат. Может быть дальше как-то будем что-то подобное запускать у нас на каналах. Кстати у нас трансляция шла и на этот канал. И на канал Андрея Жарикова. Так что классно, что у вас было достаточно большое количество у нас. По крайней мере у нас аудитория большая. Я не знаю сколько ребят посмотрит. Потом записи. Сколько человек там было на прямом эфире я тоже еще не видел. Но мы потом проанализируем. Всем вам большое спасибо, что участвовали. Потратили свои полтора практически часа времени. Но я думаю, что в любом случае даже те, кто не выиграли, вам в любом случае было весело. Ну и та информация, которую вы получили, надеюсь, она была для вас полезна. Напоминаю, те победители, которые у нас выиграли. Первый, вы должны быть зарегистрированы. Если вы не зарегистрированы в Джей Верли Хаус, ссылка для регистрации находится внизу под видео. Потом в Телеграмм Дэн, нижнее подчеркивание, Инвест, отправляйте мне свою почту. Я отправляю это в техподдержку. Вы получаете 20 баксиков. 5 человек у нас есть. Я, ребят, записал. Поэтому все жду от вас информацию, обратной связи. И, соответственно, отправим это все в поддержку. Ну, на этом, наверное, будем заканчивать. Всем, ребят, большое спасибо за просмотр. Поставьте палец обязательно вверх. Кто поставит палец вверх, у того размер кэшбэка будет 300%. Сегодня, кстати, ребята, сегодня необычный день. Раз в 4 года только бывает. 29 февраля. Ну и, кстати, хотим поздравить вас, потому что у меня-то на самом деле уже весна, а вы еще все на сих пор находитесь в периоде зимы, в спячке. У тебя 1 марта уже, да? Да, у меня уже 1 марта. 2 часа 33 минуты у меня. Ты у нас человек из будущего. Абсолютно верно. Все, ребятки, большое спасибо всем за просмотр. С вами были Олег Полев, Андрей Жариков и Дэн Инвест. Всем хорошего настроения и сетевите и стройте сети. Пока-пока. Да. Всем пока. Global Star Club. Возможности безграничны.